Я вот спрашивал бы о вашей 33 тома, открытым оком. Вы сказали мне, что у вас есть на сайте они. Да. Ну, видите, мне нужно в аудио формате, вы говорили, что есть. Я там посмотрел, вот целую неделю искал, копался у вас на сайте, но не нашел. Нет. В аудио только Библия, Златоуст, Жития Святых. Не книги. Книги только в бумажной версии. То есть в аудио формате у вас ваших книг нету, да? Моих, которые книги, мои нету, чтобы целиком были. Всё, ну вот просто я хотел, ну ладно, хорошо, понял. Ну, как у вашего, вот, ещё вы, я ещё спрашивал у вас, вы тоже тогда в прошлый раз не ответьте мне, из священных писаний с какой книги лучше начинать или без разницы? Нет, конечно, Новый Завет. Вот тут, тут есть, Библия полностью есть у меня в аудио. А, с Нового Завета, да, всё понял? Новый Завет, это вторая часть Библии, главное. Тем более у нас тут вышла книга, третье издание, три тома, полное толкование, с откровением. А по количеству. А в аудио формате? Нет, ну, это, которая, с толкованием, в аудио. Нет, это, в буквенном, в бумажном. А в аудио нету, да, у вас с толкованием? Ну, нет, с толкованием нет, кажется. Может, кто-то там уже делает, читает там, поза глазами. Я не знаю. Хорошо, я посмотрю. Хорошо, давайте следующий вопрос. Такой немножко смешной вопрос. Скажите, а вот вы зарядку делаете, да? Какую? Ну, у вас ничего не болит, вам просто вот 84 года. Я к чему спрашиваю, у меня бабушка, ей последняя бабушка осталась по линии матери. По линии отца умерла, ей 88, она уже прабабушка, точнее. Ей 88 лет будет в этом году, и ее часто мы в санаторий отправляем, часто спонсируем, чтобы... Ну, дай бог, у нас бизнес есть, поэтому, слава богу, денег пока хватает. Мы ее в санаторий, на разные вот эти вот возим, плотим. Я ее часто вожу. Я как официальный, получается, опекун, как ее. Я и моя тетя. Я имею в виду, вы как без денег, как вы что, зарядку делаете или куда-то лечиться ездите? Никуда ни разу не ездил, и не собираюсь. Не собираетесь, да? А зачем мне нужно это? Я сам хожу, своими руками. Когда молодежь, а молодежь работает... По какой-то программе, извиняюсь, я перебиваю, вы по какой-то программе делаете зарядку или как? А куда заявку? Какую заявку? О чем? Зарядку, зарядку. Зарядку? Ну, тут в интернете есть, у меня с коленями, тут не ладно, не поврежден, а просто необходимо. Я хожу, но надо, чтобы поддерживать статус, поэтому я делаю упражнения. Вы просто много ходите, да, это ваша зарядка? Да. Именно так. Никаких посмазок, никаких, ничего я не признаю. Ни одной таблетки. Ни лейкопласты, ничего не клеите, никогда? Ничего не делаю, никак. То, что есть, я принимаю как от Бога, Господь знает, что дать мне. Я благодарю Бога, потому что я знаю, что у многих людей намного труднее, чем у меня, и мне роптать не надо, я хожу своими ногами. Все, ладно. Следующий вопрос, скажите, про память, скажите, а вы вот так все, то, что я просто много слушал ваших, как вы спорите, разговариваете со священниками, это вы все по памяти или как-то читаете? Не считаю, все по памяти. По памяти, да? Да, конечно. Я много лет вел занятия в университетах и отвечал на тысячи вопросов. И каждый вопрос, пять параметров. Любой вопрос задают, я отвечаю, что об этом говорит Библия. А в Библии 77 книг. Вот она передо мной, 77 книг. Я называю на память, какая книга, какая глава, какой стих. И цитирую. Второй параметр, что по этому же вопросу говорят святые отцы, это 300 томов. Четвертое, жития святых, 1173 биографии. Я ссылаюсь на них и привожу пример. И права, то есть каноны церкви. Это 719 правил, я их называю. И последнее, что говорят 300 поэтов мира за 200 лет, это 20 тысяч файлов. Неплохо. Это у меня в 16 томе. Последний вопрос у меня такой, я вот записал в Священном Писании. Второй Коринфянам, 7 глава, 10 стих. Давайте. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. А печаль морская производит смерть. Это что, бывают разные печали, да? Как я к ней отношусь? В прошлом году у меня было, по-смерски, это примерно 6 болезней на меня кинули сразу. И я, у меня там диагностику сводили, ни уколов, ни еще не было нигде. Ну, сразу я ради Бога, если я тебе нужен, Господи, ты меня оставишь. И Бог меня оставил еще. Ради Бога, печаль. Вот я сидел, сколько в тюрьмах прошел, лагерь, и везде благодарил Бога. А реабилитирован только в 92-м году, как жертву политических репрессий. Я не просто был, а там для благовестия, сколько людей там обратилось к Богу. Я ради Бога делаю, и поэтому я все это принимаю с радостью. Вот сейчас, где я нахожусь, вот в этом здании, это второе у нас в церковь сделано. Это когда я был реабилитирован, стал от государства требовать вернуть мне, что изъяли, а там нету. А по деньгам, по тем, это было в 90-е годы. Они мне должны были, по государственным расценкам, 11 миллиардов рублей. 11 лет шел суд, и я его выиграл. И государства денег нет, рассчитались, самый красивый район в городе, в нашем, находимся, в Барнаул. Ну и два здания, 13 соток земли. На недвижимость. Вот так Бог делает. Ясно. Ну все, вроде бы все вопросы задал, так все по списку, чтобы время ваше не отнимать. Ну я вам, что нужно-то я скину сейчас все данные, у вас мои данные-то есть, нет? Ну вы вроде как скидывали, но вот я просто хотел, ну ладно, не буду повторяться, но я все-таки повторюсь. 33 тома в аудиоформате, ну видите, у вас нету получается. Ну ладно. Ну как, вот мы сейчас готовимся к изданию моих проповедей, проповедей во Святи Библии. Будет шесть томов, каждый том 1300 страниц. Ну хорошо, хорошо, ладно, я понял. Все, вопросов нет. Все, с Богом. До свидания. Аллилуйя. Субтитры сделал DimaTorzok